доделав ту сторону переходим к другой вот начиная рядом вот передняя вот она крылышко по верхней части стекла лампочку и здесь вот но и так видно что тут тоже в хлам убитая куча неровно сейчас лампочку передвину посмотрим здесь и даже вот здесь вот даже здесь у нас побита так что приедет немаленькая работа тут 1 2 3 6 8 и шат с этим мятин приличные довольно на вот таком кусочки вот так вот ну что начинаем сначала вот отсюда здесь тем есть вот заход для крючка так что к можно начать работу для ремонта такой мятине будет применен вот такой волшебный крючок сделаны из как вы сами видите спицы очень даже хорошо он сюда подходит заходим и потихонечку начин работать вот один из немногих слов когда я могу снимать видео и работать ну вот практически практически почти что мятинка готово вот так вот так вот так носился попало без своего суденышка вот очень даже хорошо получается видите когда есть доступ да есть хорошее видение дефекта вот тут немножечко надо будет поднять и немножечко забить вы мелочи жизни но это вот видео для тех кто вот снимите вот покажите ребят не потому что я ленивый просто вот так и держать и снимать не либо к мешает либо я вообще ничего не вижу из-за камер что я там работаю вот он крючочек и сейчас показываю волшебный сделаны из спицы вот таких у меня крючков волшебных вот она куча но основном все эти крючки сделаны из нержавейки это липи правые тут ковырялочки чуть согнутые где-то вот этот выставь больше то меньше вот принцип вот такой вот кусочек металла это нержавейчивая вот согнутый и им заходишь это запутанном случае здесь мне кое-где надо остреньким крючочком пройтись я вот так работаю очень просто и доходчиво я думаю вопросов ни у кого возникнуть не должно вот так за пару минут можно довольно так и аккуратно выровнять в общем-то немаленькую вмятинку вот тем самым машинку отремонтировать ладно продолжаем да тут как всегда вот в этих местах это заводская ерундистика так что на на вот такие запы не нужно обращать внимание это заводское все то же самое вот здесь можно так ну лучше конечно же уже крючочек более длинные взять есть у меня любимые два тоже острых коготь один и вот такой один из первых моих крючков здесь основание такое не острое но немножко заточка под пулю вот это для тонких работ это для основных работ берем начинаем работать по вот этой да тут еще вот она вмятина вот она видно можно вот эту речку снять рядышком вот она видно резинка стандартно снять и вот наша вмятина тоже через вот это место зайти взять крючок который будет вот таким загибом допустим вот этим крючком зайти сюда как раз достать и вот так на скручивание вот ну ничего сейчас мы его заход сюда попробую научиться снимать но сейчас допустим мне удобно и снимать вот потихоньку скажу честно это еще чуть поковыряю вот мне неудобно мне плохо видно я сбоку смотрю и мне плохо видно что я делаю так что извиняюсь вот это уже я я буду доделывать не снимая вот и тут и тут и тут ремонт сделано вот она еще у нас вмятинка небольшая такая она плоская вот она ну раз где-то с двухрублевую монетку снял вот эту речку мы получаем доступ конечно вот этим крючком к этой вмятинке вот это видно все им работать раз два три на меня ты посмотри все пожалуйста можно идти дальше вот пару вмятин у нас нарисовались вот и все даже вот три ну в этих местах тоже довольно обычная обыденная как и вот здесь завода здесь напряг у меня вот сейчас вот эти три вмятины будем делать вместо вмятина осталась одна вот она здесь тоже мятинку убрал потом дальше пойдем мятинка делать продолжал продвигаемся вперед все нормально уже вот они пора есть теперь надо брать со стены он там длиннейший пивок он тут крайне чтобы достать вот эти две вмятин что ж вот осталось у нас пару вмятин вот пару мятинок осталось вот здесь 1 и 2 вот но здесь до этого края ближе сейчас смотрю как здесь можно подойти в том что на таком большом раке не больше метра вот крючки вот эти не действуют они практика рукоятку заходят в крыло и неэффективно работает тут раз два три четыре а тут практически 20 сантиметров 40 сантиметровым крючком можно спокойно все эти вмятины сделать сейчас посмотрим как-то можно зайти оттуда с одной двери ну чтож взял вот здесь один болтик выключается ну вот открыл здесь вот они раз два три четыре пять вставочек тут делать нечего он только в нижней части там где заходит ремень безопасности механизм там еще что можно сделать но здесь вариантов нет не хочу здесь на месте сверлить лучше вот в этом видно по строение что лучше всего сделать вот здесь высверлить и как раз можно дойти до всех которые практически здесь 20 25 сантиметров отсюда сверлить я думаю не стоит так же как и здесь вот это так место некрасиво будет не по здесь она будет выглядеть скажем так как будто не родное здесь вполне может сойти наша вставочка вот такая за родную вот поэтому я решил просверлю вот здесь сейчас посмотрю размечу и аккуратно делаю вот такая вот красота получилась как вот и здесь на двери здесь на двери это завод это все знают возможно и здесь это завод и цвет и все соответственно так что вот такая вот работа и затычка ну вот продолжается работа теперь будем делать эту верхнюю часть здесь есть вариант поработать клеем потому что крючком тут варианта пара нету вот и потихонечку работаем продолжаем клеится 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 и клеится и вот тут особо я так понимаю ничего поэтому эти подробности здесь уже смысл опустите и доделывают вот эти боковины там еще может передних крыльях есть что-то интересное снять а так тут как бы пустая работа приклеил дернул приклеил дернул забил вот и все с нечего вот смотрите здесь вот маленький уступчик еще остался но на улице практически будет не видно и вот одна мятина осталась здесь вот промежуток очистка зарабатываем вот это вот место и переходим дальше вот сюда потихонечку все уравняется женьков молоток рулит и этот молоток рулит карпоинтовский очень даже хорошо помогает создавать плоск здесь вот я вынужден был ровнять включать молоток очень хорошо работает уже более острые грани а карпоинт более плоский вот и прекрасно они работают на этих местах вот такие уже нюансы на улице будут видны несмотря на то что автомобиль черный это мы сможем под микроскопом это как бы очень хороший результат не идеал а вот видно там допустим какие-то перепадики но это уже такие нюансы в которые никто не полезет не продолжаем дальше нашу рабочую тут где-то 40 50 сантиметров надо пройти вот так грибками пробить пробойниками он там их куча на крыше валя вот но ничего клеевой тоже хорошо работать по тренироваться вот смотрим что получилось один грибок хорошо дернул другой почти что в ноль тут вот здесь видно так чуть-чуть небольшую небольшое рубление но опять же нет смысла там даже что там урожиться вот запомню эту шишку и идем дальше вот 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 оно место что мы забивали вот она предыдущая идем дальше следующий этап нашей работы где-то середина скажем расстояние средняя часть дверью и краем уже дошли до середины вот потихоньку потихоньку выклеиваем очки эти американистые атласовские неплохо работает а несмотря на это если внимательно посмотреть сожалению не видно вот здесь пальцем видно и слышно как обклеена эта деталь тупашина вот я в общем-то очень рискую вот виден край склейки видно да вот она и пальцем тоже ощущается вот так было заклеить здесь и покрашена и крыло и стойка вся всего и нижняя часть передней двери тоже крашена но это минутный лак глянца такого нет заводского вот такой глянец а вот он двоюродный ну ладно пока работает работаем я как бы предупредил хозяев что вот такой вариант возможно так что будем надеяться что все будет как мы видим грибки очень хорошо сработали дернули нам дышечки верхняя немножко прям побольше нормально будем забивать как было видно из предыдущего момента фрагмента здесь выдернув две шишечки вот было видно что здесь как бы шишечка внутри вот такой впадины темно то поэтому пришлось поставить вот такой большой грибок и чуть-чуть поддернул дабы поднять немножко всю плоскость сколько там получилось что у нас был бугорок внутри ямки вот посмотрим что получилось вот так до плоскость поднялась у нас вот ямка вот так теперь надо разбить еще разочек вот шишечка надеюсь она ровно четко разойдется и плоскость будет восстановить продолжаем нашу работу опять клеимся и уже вмятинки пошли на этой части там было до сих пор чисто вот работаем сразу двух плоскостях препятствий никакой никаких для этого и вижу поэтому потихонечку дергаемся и забиваем и забиваем определенному выводу он решил получить дополнительные все выглядит вот есть у нас мятинки вот вот здесь так далее попробуем мы добраться к ним вот отсюда вот есть отсюда и есть у нас крючочки сейчас будем искать под на наш какой рад даже вот это пластик даже пластик побила ну пластик мы таким образом делать будем достоинства учителя ничтож это просто тут грязь здесь ровно все красиво просто надо будет потом когда полирнется все будет как мы видим все правая сторона до двери кончено остается здесь справа еще у нас дверь вот и крыло передние к сожалению лампочка снижит вот так заливает но я думаю как бы лампочка там не снижила вот эти вмятины на крыле вот они все же видны сейчас будем делать скорее здесь сверху залезть туда не появляется возможно в крыло поэтому либо клей либо 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 снизу здесь зайдем криком гусачком вот таким вот загибом и будем делать оттенки что поковырял немножко крючочком не очень удобно не хочу тут лазить боком раком можно конечно и фару тут снять есть большими крючками поправить решил делается клип цепи нормально вот сейчас сделаем все и будет все хорошо можно будет переходить на другую сторону в одном месте только вот шика надо забить и вот здесь чуть-чуть и неровности остались остальное все нормально из трех два места готовы практически начинаем ремонт отсюда тут немало этих вмятинок у нас самое и здесь на боку вот потихоньку будем делать а начинок идем вот отсюда